Добрый день, друзья! С вами Заряна и вы на канале Академия Рукоделия. Сегодня я покажу вам, как сделать простые, недорогие, красивые снежинки для декора и новогодних украшений. Делать мы будем их сегодня из тенельной проволоки. Больше всего мне нравится проволока с люрексом оттенок хамелеон. Но очень интересно и красиво они также смотрятся из обычной пушистой тенельной проволоки. На первом этапе мы соберем низ снежинки из таких пяти отдельных элементов. Сделаем это с помощью клеевого пистолета. Для того, чтобы сделать такую заготовку, мы согнем нашу проволоку пополам и наверху произвольно сделаем первую петельку. Затем справа и слева от нее подкрутим еще две петельки. Чтобы в готовом виде снежинка стала объемной, мы к вот этой трехлапой веточке сделаем два небольших крылышка. Для этого мы просто подкрутим длинные проволочки небольшими петельками у основания трех больших лопастей. И вот такая заготовочка у нас получается. Для серединки нашей снежинки нам понадобится такая отдельная коронка, которая закручивается очень просто. Также сложенную пополам синельную проволоку перекручиваем в петельку, оставшийся конец сгибаем пополам, намечаем две равные части и сгибаем, перекручиваем. Получается пять лепестков. Пополам согнули для того, чтобы наметить равные части, разогнули и подкрутили пять лепестков. Сформировали такую небольшую цветочек-коронку, которую приклеим в середину нашего основного цветка. Если пять первых элементов оказались значительно отличающимися по длине с хвостиками, то эти хвостики можно немножко подрезать. Но, как правило, при склеивании они накладываются один на другой, и вы можете это отрегулировать. К склеенному основанию снежинки нам остается подклеить центральную часть. И наша снежинка готова. Такими снежинками можно легко украсить обруч. Либо интерьер вашего помещения. Они очень красиво смотрятся свисающими с карнизов, люстр на стенах. Но если вы хотите сделать большую снежинку, то тогда нужно к маленькой просто подклеить длинные лопасти, которые мы делали в начале, не добавляя к ним вот эти вот маленькие петелечки. Единственное, о чем стоит помнить на этом этапе, что не нужно ее подклеивать за самое основание. Нужно смотреть, как она будет смотреться в готовом изделии. И, может быть, немножечко подрезать эти длинные палочки, если она будет слишком выбиваться из общего изделия. То есть, просто мы смотрим, как бы было красиво ее разместить между нашими предыдущим рядом, ниже его. И немножечко можем подрезать у основания. А я надеюсь, что этот простой мастер-класс был вам полезен и поможет сделать ваши новогодние праздники еще более яркими и незабываемыми. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь на ваши отзывы и лайки. И до новых встреч!